Ну а теперь немного военно-политических новостей, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Ну вы знаете, что стихийный природный катаклизм случился, в принципе это катастрофа природная, землетрясение в Турции, причем там фактически было три землетрясения и не только в Турции, и в районе Румынии еще было землетрясение 5,6 баллов. Насколько я понимаю, там Одессу немножко покачало, отголоски достали, но тем не менее в Турции произошло, наверное, самое крупное за последние 100 лет наблюдение, произошло землетрясение практически 8 баллов, 7,8 баллов. Очень много обрушений домов, ну на данный момент, когда я записываю это видео, количество жертв оценивается уже больше 1000 человек погибшими и порядка 6000 ранеными. Я вам скажу так, что это цифры приблизительные, очень даже приблизительные, почему? Потому что всех посчитать, погибших и раненых, посчитать можно будет только по окончании разбора всех завалов. А территория очень обширная, которую затронуло землетрясение и соответственно сейчас это все предварительные данные. Но в любом случае Украина уже готова протянуть руку помощи в плане Турции, в плане разгребания завалов, в плане борьбы с последствиями или ликвидации последствий вот этих землетрясений. Несмотря на то, что мы сами в таком тяжелом положении в плане войны, но тем не менее мы человечность и гуманизм не теряем. А вот в российских соцсетях говорят, ну главное, чтобы русские не пострадали, остальное все ерунда. Вот такая вот в основном реакция. Да, есть сочувствующие, ничего не могу сказать, есть и те и другие, но те, кто пренебрежительно относится к трагедии Турции, к сожалению, они превуалируют в российском медиа сегменте. Следующее. По данным разведки Соединенных Штатов Америки, глава Китайской Народной Республики Си Цзипин отдал приказ армии быть готовой провести операцию по установлению контроля над Тайванем к 2027 году. Об этом глава ЦРУ Уильям Бернс заявил в выступлении на мероприятии в Джорджтаунском университете. Так сообщает издание Reuters. О чем это говорит? Это говорит о том, что Китай все равно рассматривает вариант силового решения проблемы Тайваня и не снимает его с повестки дня. Несмотря на все ухищрения. Кстати, Китай был недавно пойман на том, что они поставляют России комплектующие для вооружения. Это могут быть, кстати, образцы вооружения, просто разобранные на комплекты, якобы ремонтные, и поставляться. Видите, Китай использует Россию в качестве рычага давления на Европу и на Америку и укрепления своей переговорной позиции. Поэтому, хотим мы этого или не хотим, но Китай ведет собственную политику. И в данном случае Китаю выгодна поддержка Российской Федерации для того, чтобы, еще раз повторюсь, иметь твердую или более решительную позицию переговорную в переговорах с Соединенными Штатами Америки. Видите, даже вот этот приказ, готовность к 1927 году к силовому решению тайваньской проблемы, или тайваньского вопроса, так, наверное, правильнее будет сказать, это еще одна демонстрация сил и намерений со стороны Китая. То есть, Китай прибегает к той же тактике, что и Российская Федерация. Он готов запугивать, ну, во всяком случае, Соединенные Штаты Америки в плане того, что они не уступят в решении вопроса Тайваня. Рано и поздно они его все равно захватят силовым путем. Также была, вы знаете всю историю с воздушным шаром. Китайское происхождение воздушный шар залетел на территорию Соединенных Штатов, прошелся над районами размещения шахтных баллистических ракет, то есть над шахтными пусковыми установками. Кто-то предлагал сбить этот шар, кто-то предлагал не сбивать этот шар, чтобы не осложнять с Китаем. Китай заявил, что да, это метеорологический зонд, который вот, ну, ветром сдуло, ему очень тяжело управлять, потому что это типа как воздушный шар, и он летит по ветру. В конечном итоге, я так понимаю, что достигнута главная цель, политическая цель в том, что визит Энтони Блинкина, головы госдепа Соединенных Штатов, был отменен в Китай по причине вот непонятных вот этих залетов, непонятных шариков в воздушное пространство Соединенных Штатов. Вообще, конечно, если честно, то меня как человека военного это очень сильно удивляет. В том плане, что второй раз Соединенные Штаты, ну, уже не второй получается раз, а уже, ну, трудно сказать даже какой раз, не первый такой залетал шар, и другие были еще инциденты. Как они допустили вообще залет в свое воздушное пространство неопознанного летательного объекта? Имеется в виду там по принадлежности свой-чужой. Прекрасно понимая, что он может вести разбор разведывательной информации и пролетел над районом размещения шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Я понимаю, что это уже не военная тайна, эти шахты давно засечены спутниками, координаты известны, но сам факт. А где же тогда, опять получается, что и в Соединенных Штатах с системами противовоздушной или противоракетной обороны есть огромные вопросы, как же она работает. Вспоминаем 11 сентября тоже, но там они хоть сказали, что они отключили на полчаса систему для того, чтобы якобы провести профилактику, вытереть пыль с компьютеров. И Аль-Каида, видимо, знала о таких сверхсекретных планах Пентагона и воспользовалась вот этим перерывом для того, чтобы ударить по башням близнецам. То же самое и здесь. Шар несколько дней летает на воздушном пространстве Соединенных Штатов, а политики сидят и обсуждают сбивать, не сбивать. В результате сближения, то есть решения конфликтных вопросов отношения к Китае и Соединенных Штатов фактически спущено, ну будем так, не будем выражаться, скажем так, что не получило своего дальнейшего развития. А наоборот вернулось на исходную, на нулевую отметку. Ведь Блинкен же должен был вести план урегулирования степ-бай-степ, пошаговый план урегулирования отношений Китая и Соединенных Штатов. И два проблемных вопроса, которые там должны были решаться, это война России против Украины. Это очень важный вопрос. И вопрос урегулирования тайваньского кризиса или кризиса вокруг Тайваня. Так что, и видите, Китай, и тут же выясняется, что Китай, ну я думаю, что это не вчера выяснилось, а скорее всего просто был слив развединформации, в плане того, что Китай все-таки поставляет России комплектующие для создания новых образцов вооружения. Кстати, Китай может поставлять оружие, у него советских образцов вооружения очень и очень много. И лицензия есть на многие образцы советского вооружения, которые может выпускать промышленность Китая. Так что, вот такая вот не совсем хорошая для нас новость. Ну посмотрим, как дальше будут развиваться события. Пока тенденция идет на то, что потепление в отношениях между США и Китаем напрочь на сегодняшний день отсутствует. И то, что было договорено, достигнуто, откинуто далеко-далеко назад. Северная Корея опять вступает тут в игру. Ну, я так понимаю, что Путин хочет показать видимость какой-то коалиции. Смотрите, его не поддерживает ОДКБ. Его постоянно прокатывают там. Единственный Лукашенко, но Лукашенко его в последнее время стал уже меньше. Даже ходят слухи вокруг Кремля, что вызов на ковер на прошлой неделе Лукашенко просто отверг. Сначала сказал, что он заболел, а потом вообще сослался на занятость и не поехал в Москву. А Путин его очень хотел увидеть по вопросу того, что Беларусь не выполняет тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Скорее всего, это имеется в виду, наверное, планы по созданию союзного государства, планы по созданию единой группировки войск, планы по подготовке белорусской армии к вторжению на стороне России. Путину надо показать, что он не один. Сегодня он один во всем мире. И он пытается всеми силами показать, что он не один. Так вот, он обратился к лидеру Северной Кореи. Лучший друг, оказывается. Видите, Россия и Северная Корея. Два братских народа. И Северная Корея выделит, как сказал Ким Чен Ым, что Северная Корея выделит военнослужащих и полицию. Военных и полиции на временно оккупированной территории Донбасса. Вот. И от 300 до 500 мужчин в возрасте от 19 до 27 лет военные и полицейские Северной Кореи должны участвовать в восстановительных работах на оккупированных территориях Донбасса. Путин хочет показать интернационализм и дружбу, что Россия не один изгой в мире. Вот два изгоя теперь будут вместе. КНДР и страна, против которой введены куча санкций и ограничений. Ну и Российская Федерация. Ну еще раз говорю, два братских народа. Далее. Россия. Видите, пошла активизация. Надо отметить, что Россия пытается активизировать вопросы разработки и поставок вооружений. Потому что у них огромная проблема с этим. И я уже говорил, повторюсь, что Российская Федерация формирует стрелковые полки. Не мотострелка, а стрелковые полки. Им присваивают даже номера тех частей, которые были в составе вооруженных сил Советского Союза во времена Второй мировой войны. Ну типа деды воевали и вот такой там возрождаемый такой полк. Тогда он был стрелковый, маршевые роты. И сейчас он стрелковый, маршевые роты. Без техники тяжелой, без тяжелых вооружений. И также они ходят и в атаку без прикрытия брони. Но за счет того, что их много, Путину в принципе наплевать, сколько их погибнет. Он их просто гонит и все. Так вот. Россия и Иран готовятся создать новый беспилотник, который будет чуть быстрее, чем Шахет 136. И об этом сообщает Wall Street Journal. Это, кстати, помните разговоры, что осенью, когда начинали говорить о дронах, в начале осени, что Россия там заключила договор с Ираном на поставку вот этих дронов-камикадзе. И тогда же шел разговор о том, что эти дроны-камикадзе фабрику будут строить в Российской Федерации. Так вот, как оказалось, контракт подписан, сделка была подписана. Сделка на сумму примерно миллиард долларов, миллиард Россия будет за эту сделку. И они собираются поставить фабрику в Российской Федерации. Фабрика будет находиться в городе Елабуга, Россия. И выбрали место так, чтобы удаленность от границы с Украиной 1100 километров. То есть, если там шли разговоры где-то месяц назад, мы говорили, что у нас могут появиться дроны с боевым радиусом до 1000 километров, то они фабрику на 100 километров отодвинули дальше. Ну, привет жителям Елабуги, теперь ваш город становится легитимной целью, если в нем будет строиться, а уже решение принято, будет строиться завод по производству этих дронов. Завод по задумке должен производить не менее 6000 беспилотников в год. Это является частью сделки между Россиями и Ираном на 1 миллиард долларов. По их плану, эти беспилотники должны создать дополнительные проблемы для украинской ПВО. По данным издания, сделка была окончательно согласована в начале ноября в Тегеране. Вот помните, да, были визиты в Тегеран и встреча с президентом Ирана. Переносом производства в Россию Иран надеется оградить себя от новых западных санкций. То есть они хотят таким образом сказать, что это же не наше, это уже российское. Вот у них есть свой завод, свои дроны, они все сами, мы здесь ни при чем. Ну, я думаю, что Запад же тоже не дурачки, они прекрасно все понимают, кто кому передает и какие технологии передает. Поэтому, соответственно, выводы будут сделаны и санкции, я думаю, будут применены и к Ирану, и к Российской Федерации. Ну и, как обычно на пассажок, вишенка на торте, новость, которая пришла, казалось бы, из тихой, спокойной Швейцарии. Дело в том, что Швейцария потихонечку, как и другие страны, и мы в том числе, кстати, как многие цивилизованные страны, время идет, гриф секретности снимается с определенных документов и архивы открываются. Эти архивы, естественно, придаются огласке. Так вот, франкоязычная швейцарская газета «Матин Диманш» и немецкая язычная газета «Зонтак Цейтук» опубликовали со ссылкой на рассекреченные архивы Швейцарии утверждение о том, что патриарх Кирилл в гражданстве Гундяев, его фамилия по паспорту, работал на Комитет государственной безопасности и осуществлял разведывательную деятельность в 1970-е годы в пользу Советского Союза. Согласно документам архива, сообщается, что Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве в качестве официального представителя Московского Патриархата при Всемирном Совете Церквей. Миссия Кирилла, кодовое имя которого было Михайлов, это его был позывной, по документам, заключалась также в том, чтобы влиять на Всемирный Совет Церквей, который на тот момент плотно был инфильтрованный в 70-е и 80-е годах советскими агентами. Кроме того, Кирилл и до этого уже работал информатором Комитета государственной безопасности Советского Союза. Это архивы. Рукописи не горят, как говорил классик. Так что, в принципе, никто же не сомневался. Православная Церковь была возрождена в Советском Союзе в 43-м году по указу Сталина. По указу Сталина. Он понял, что нужна дополнительный источник пропаганды. И поэтому был подписан указ о возрождении РПЦ, Русской Православной Церкви. Ну что ж, на этом первую часть нашего с вами видео. Военно-политическую обстановку мы закончим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова